МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Яковлевич, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про идею свою. Что за праздник хотите? Идея такая была. Собственно, до 1991 года таких праздников вообще не было. Даже мы не могли об этом мечтать. Потому что силу производности нашей космической отрасли от военных, от ракетных стратегических назначений, это сверхсекретно. Тем более, я сам служил на лунном старте. Это самый секретный стартовой позиции был. А вот все-таки, я правильно понимаю, да? Вы хотите, чтобы в Чувашии был именно свой праздник, посвященный космосу? Сейчас объясню. Чествование 12 апреля нашего героя-земляка, космонавта номер 3 СССР, пятого космонавта Земли, Андрея Григорьевича Николаева, сводилось к тому, что после торжественного митинга два наших заслуженных ветерана, полковники, подполковники, брали корзину, ехали и ставили эту корзину цветами. И на этом все это заканчивалось. В 2013 году, после митинга, у нас традиции есть, мы в кафе «Юлдаш» собираемся уже в своем личном узком кругу, там, члены Совета Союза, потом ветераны-космонавчики, ну и раз 25-35 человек. Решаем там вопросы у нас, потому что своего помещения нет, организатор у нас общественная, без регистрации. Вообще работаем на своем энтузиазме, на общественных началах. Вопрос подняли, вот говорит, почему мы, допустим, 12 апреля около Гагарина собираемся, а у нас свой памятник есть, свой космонавт есть, почему его мы не черствуем? И решили, вот, начиная с 11 августа 2013 года, ежегодно собираться будем, будем около нового памятника, и также будем проводить. Я так понимаю, что с датой вы определились, да, это именно 11 августа, это как раз дата полета, да, Ветерина Григорьевича? А вот если с названием праздника, как будет называться? Названием праздника, ну, коллектив, это члены Совета и ветераны-космонавтики мне поручили придумать название и вопрос решить с руководством Госсовета и главой Чуваши Игнатьевым этот праздник утвердить указом. То есть мне поручили это дело. Я обрадовался. Так. И 29 апреля я написал письмо на имя представителя Совета Попова Юрия Алексеевича и на имя главы Чуваши Игнатьева Михаила Васильевича. Ну, я просто честно своей наивной думал, что депутаты соберутся, с удовольствием примут этот закон, дадут на подпись Игнать его, и мы будем праздновать. И я думаю, а вдруг не приходит ответ от министра культуры, Леонид Вадима Петровича. Он пишет, что у нас праздник есть, день космонавтики, не за чем дублировать. Вот мне кажется, действительно, многие, кому рассказываешь, наверное, реагируют так. Вы что отвечаете на такие что-то? Я объясняю. Потом я приехал 5 июля, еще раз написал. Написал. Опять по тем же адресам. И опять такой же аналогичный ответ получаю. Потом мне этот 10 июля, день моего рождения, Ефимов вызвал к себе. Я с ним час 28 минут разговаривал. Так единому мнению не пришли. Все-таки расскажи телезрителям, как праздник-то называться будет? Праздник называется День космических славочеваших. Именно в этот день, 11 августа 1962 года, весь мир, весь СССР, весь мир узнал. Да, действительно, в центре России на Волге существует небольшой государство, население полтора, приблизительно миллиона человек. То есть мы современный народ, с промышленностью, с хорошим зельским хозяйством. И именно в этот день мы прославились на весь мир. Вот именно 11 августа. Вот вы немножко опережаете прям даже мои вопросы. Вы уже рассказали, в какие ведомства обращались, каким людям обращались, какие подписи собрали. И вот все-таки, вы сказали, что праздник будет называться День космической славы Чуваши. Кроме нашего известного космонавта, сколько еще людей у нас будет праздновать? Сколько у нас ветеранов космических войск? Ну, я про ветеранов не скажу. Я сначала скажу. У нас три космонавта. У нас есть Николай Михайлович Бударин, Мусахи Рамиш, это Монаров. Даже вот у нас есть непризнанный нами вице-президент Федерации космонавтики России Тихонов Валерий Петрович. Где-то 5-6 лет назад на Николаевских чтениях он сказал, что в центре космических полетов готовится к полету наша чувашская девушка. Человек авторитетный, вице-президент Федерации космонавтики. Я думаю, со временем у нас может появиться своя Терешкова. И вот тогда, раз уж начали, про шляпу свою интересную расскажите, пожалуйста. Не шляп, она называется Панама. Панама. Это дюжная форма войск. Раньше люди путают вот это с Афганистаном. Афганистан-то это, я до 1866-1868 год служил. Афган уже после меня, это вот через 10 лет почти 79-м, насколько я помню. Это форма такая. И вот с тех пор вы храните или как-то это обновленная версия? Ну, первоначально, после военной формы у меня она пропала. Тогда я его и не стал, потому что, потому что это очень секретно было. Мы давали подписку на 15 лет, нам заикаться нельзя было. Доходило до такого абсурда, что, допустим, у Надежинского 20, один подполковник и один полковник рядом жили в соседних подъездах и не знали друг о друге. Только это случайно встретили, еще когда в эпоху гласности уже на мейтинг стали ходить. У нас ведь, в отличие от Америки, в своей космической агентстве не было тогда. Мы были производными от ракетных войск стратегического назначения. Ракеты делались для того, чтобы доставить боезаряд на территорию вероятного противника. А потом уже, вот, Королев, он все силы предлагал, ну, там, спутник запустить при Никите Сергею Хрущеве. Уже, потом уже хотел он на Марс лететь, то есть, не сам лететь, а запустить человека на Марс, потом на Луну. У нас, говорят, сначала Луна. У нас это неправильно. Сначала на Марс был нацеленный. И тогда я сделаю для зрителей небольшую отметку. Я думаю, все уже поняли, что вы служили на Байконуре. И вот я знаю, что вас называют первым солдатом лунной дивизии. Это откуда, расскажите. Это... Мои были неизбыточные места. С пятого класса я начал интересоваться космосом. Когда запустили спутник, когда человека запустили, я уже окончательно заболел. Я так хотел попасть на Байконур, в то же время знал, что парня с глухой чувашской деревни не возьмут. В нашем понятии о самом достойном жиле раньше в Чебоксарах, в Ленинграде, в Ульяновске, в Москве. Ну, судьба так распорядилась, что... Вы попали все-таки на Байконур. В 1966 году в Казани сформировался эшелон из представителей четырех республик автономных Мордовской, Марийской, и Татарской, и Чувашской. 500 человек. Мы поехали на Байконур. А почему я первый? Потому что, когда приехали, я был писарем эшелона, ехал я в солдатской же форме, писарем эшелона был. И когда мы приехали, я, конечно, ахнул, думаю, вот куда попал центр Байконур. Моя мечта сбылась. Так получилось, что я первый вышел с бани, не специально, и первый надел военную форму. Без погонщика. Ну, майор, начальник эшелона, дословно поздравил меня. Поздравляю, первый солдат лунной дивизии. Ветераны, конечно, говорят, у нас там дивизии, полков не было. Ну, история такая, что если вы, допустим, вы меня назвали кем-то, я же не буду вас поправлять. То есть, это звание я ношу по сей день. Ну, что ж, спасибо большое вашей интересной затеей. Я желаю удачи. Кто знает, может быть, действительно уже в этом августе мы отметим наш новый праздник. И я напоминаю, сегодня мы беседовали с заместителем председателя Союза ветеранов Космоса Чуваши Алексеем Албутовым. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ